сегодня 21 ноября 2021 года начал изготавливать образцы блоков сейчас буду вам показывать и рассказывать сколько чего консистенция пропорции на изготовление этих опилка бетонных блоков за основу я решил взять следующую пропорцию я взял два ведра песка одно ведро цемента 6 ведер опилок вкратце хочу сказать что представляют собой опилка бетонные блоки и для чего они применяются вообще-то опилка бетон это материал который можно отнести категории легких для его создания используются следующие материалы это пилки цемент и песок по и по идее изготовление этих блоков не является таким уж сложным процессом и поэтому возможность существить это своими руками главное строго следовать технологическому процессу и народ не нарушать его на протяжении всего изготовления этой конструкции создание опилка бетонных блоков желательно оправданно и если недалеко находится типа лесопилки где можно взять эти самые опилки так как вручную компоненты не так легко перемешивать особенно в больших количествах желательно использовать бетономешалку бетон смеситель также во время перемешивания готовность раствора можно проверить часть его в кулаке если комок пластичен и на нем хорошо видны отпечатки значит материал готов строительстве самых разных строений находят свое применение пилка бетон дома дачи хоз подстройки коттеджи все они получили получаются прочными и обладают прекрасными качествами из этого материала можно строить и временное жилище ведь и пойдутся они эти блоки датации дешево плюсы и минусы хочу остановиться блоки отличаются следующими преимущественными характеристиками первое высокая теплоизоляционность экологичность доступность паропроницаемость огнеустойчивость прочность устойчивость холодам и морозам ну и к основному минусу который обладает топилка бетонный блок можно снести его возможность впитывать влагу это очень плохо для материала но предотвратить впитывание жидкости можно если внешне окрасить их некоторыми составами и красками а внутри провести гидроизоляцию хотя я посмотрел немало видеороликов где владельцы домов сами построили из-за пилка бетона свой дом и он у них стоит год два несколько лет не обшитый не отделанный и прекрасно себя показал плане пропускной способности тепла еще один момент я вам забыл сказать я добавляю при изготовлении пилка бетона в раствор еще и известь пушонку я считаю она служит для предотвращения клеения плесневения этого материала но считаю хуже не будет еще как узнал известь пособствует удалению нейтрализации сахаров в этих самых опилках если конечно не свежие если опилки пролежали несколько времени месяц два-три под открытым небом под дождем вода может и смыть все эти остатки сахаров в делении при изготовлении пилка бетона можно изменять технические характеристики прочность вес теплопроводность так при увеличении количества песка в растворе можно добиться более плотных блоков способствует желательно при строительстве двух трех этажных строений чем опилок больше количество количества в растворе эта способность увеличивает способность удержания тепла блоки становится более теплыми далее хочу отметить еще одну немаловажную особенность это все знают при увеличении толщины стены увеличивается теплота будущем доме удержание тепла будущем доме я планирую строить свой дом при толщине стены 40 сантиметров то есть целый блок опилка бетон популярный благодаря своей экологичной дешевизне легкости производстве еще хочу отметить что существует ошибочное мнение что раб арболит и опилка бетон это одно и то же на самом деле между ними достаточно существенное отличие в составе арболита нет песка и в нем применяют калибру дробленную дробленную щепу определенных размеров не мелкую именно она и выполняет армирующую роль блоков получается крепкий но пластичный материал волк пилка бетоне таких преимуществ нет так как опилки не обладает подобными свойствами для изготовления опилка бетонных блоков я заказал через интернет форму станок ну как видно маленько прогадал с этими заказами мне прислали станок с маленьким ни к чему непригодным двигателем для вибрации весной придется купить какой-нибудь двигатель и доработать этот станок а так форма мне нравится пока вручную трамбую прохожусь уплотняю самое главное уплотнить по краям внутренней части легко доской придавить чуть-чуть а так все в порядке а 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Аккуратно прижимаю ногой и легко вынимаю форму. И вот оно, получилось неплохое изделие. Субтитры подогнал «Симон» Так как низ блока может пристать, пришквариться к доске, к бетону, на что он будет ложиться. И потом будет тяжело его снять. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Блок уплотнил. И теперь по ансоном выставляю нужный размер. Внизу есть внутри ограничители. Потом ввожу досточку, прижимаю и потихонечку вытаскиваю. С одного замеса у меня получилось три блока и осталось еще где-то наполовинку. Съемку провожу на свой сотовый телефон. Сейчас у меня кончится зарядка и буду переключать на съемку с видеокамерой. Приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Субтитры подогнал «Симон»! Подписывайтесь на мой канал. Субтитры подогнал «Симон»! Друзья мои, вот мы и дождались первого снега в этом году. Дождались. Приехал на дачу слепить, изготовить, так сказать, блоки. Опилки бетонные. Успел изготовить. Один замес, три блока. Попробую. С порпорциями. С порпорциями. Одно ведро цемента, два ведра песка, шесть ведер опилок. Ровники, хорошо получились. Замечательно. Мне нравится. Просто замечательно. На улице 0 градусов. Снег пошел с дождем. Сейчас эти блоки занесу. Аккуратненько. Пусть в доме сохнут. Набирают крепость. Музыка. 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 Музыка.